Девочки, мальчики, всем большой привет! Большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал. Меня зовут Ирина. Сегодня у меня будет обзор покупок с сайта Алиэкспресс. И также я хочу вас познакомить с российским производителем постельного белья и подушек-одеял. В общем, наступили холода, и как вы уже знаете, кто подписан на меня в Инстаграм, я начала активно вязать какие-то теплые вещи, снуды и шарфы. И прям загорелось просто купить что-то для ребенка очень теплое. И теплое это купила не из вещей, а именно что-то в постель. И в итоге я купила подушку, одеяло и новое постельное белье. Хочу с вами поделиться, что это за производитель, что это за одеяло и подушка. Я вас приглашаю к просмотру и начнем. Первое, с чего я хочу показать свой обзор покупок, это будет с подушки. Я ее уже распаковала, и это подушка с города Иваново. В общем, это ивановский текстиль, и это подушка, которая идет с наполнителем ребяжий пух. Сверху идет бамбуковое полотно. Что могу сказать по поводу самого изделия? Абсолютно все края, все прошито замечательно, никаких ниток, ничего, никакого запаха, все чистенько, никаких пятен. Все настолько классно сделано, что вот если даже убрать так вот этикетку, ивановский текстиль, даже знаете, вот, девочки, ну реально, сегодня уже идет предновогодние такие праздники, ну начинается, да, предновогодняя суета, и я думаю, даже можно кому-то из своих очень-очень близких, конечно, подарить подушку. Вот такой ивановский текстиль, я думаю, даже будет очень приятно получить, потому что она реально мягкая, классная, здоровская, хорошая. Мне она понравилась, и я ее с удовольствием взяла кирюхи, и нисколько сейчас не сожалею. Единственное, сейчас размышляю о том, что, а как же за данной подушкой ухаживать, потому что ни разу не было ничего из натурального, с наполнительным натуральным, да, там ребяжьего, чего-то такого, с пухом имею в виду для подушек, поэтому, девчонки, если вы знаете, девочки, мальчики, если вы знаете, как ухаживать за постельными принадлежностями, где содержатся натуральные волокно, да, в данном случае бамбук, пожалуйста, бамбук и лебяжий пух, напишите, пожалуйста, как за этим ухаживать, чтобы не копились там бактерии, всякие разные микробы, потому что, знаете, я просто на этом помешана, а сейчас вот купила с большим желанием и думаю, как же за этим я буду следить, чтобы там никакие ничего не завелось. Вот, следующее, что я купила, так, это тоже пока сюда отберу, это было одеяло, вот такой вот фирмы, детская линия, в общем, Аэлита называется, тоже Ивановская, по-моему, это у нас идет производство, насколько мне известно, как мне говорил продавец, а, нет, это город Балашиха, производитель, представительство город Балашиха, ну, не стучит, в общем, это где-то у нас в России, да, сделано. В общем, это одеяло, которое мега большое, сейчас вам скажу его размером, не скажу вам его размером, вообще, кстати, нигде, размеры не указаны, но это, как предполагаю, это детское одеяльце, оно должно быть что-то метр на полтора, или полтора на полтора, что-то такое, ну, в общем, не суть. Оно состоит, смотри, из овечьей шерсти, а сверху натуральное волокно, это, по-моему, у нас идет хлопок стопроцентный, и я вот сейчас его распечатывала, смотрела, все швы, как все выполнено, все замечательно, все аккуратно, все хорошо, нет никаких претензий, нет никаких зацепок, все просто очень здорово, цвет очень приятный, такой кофейный, ну, просто, правда, очень-очень, и оно очень легкое, что самое, наверное, главное, чтобы ребенку было очень комфортно, и как под облачком спать, поэтому вот такой вот постель, теперь у нас одеялка у Кирюки появилась из шерсти, простите, что я вам не могу показать его в полный размер, но вот я думаю, вы мне поверите, что оно очень легкое и классное. Продавалось оно вот в таком вот чекле, вот в таком вот чехольчике, и, кстати, сам чехол тоже выполнен очень хорошо, его можно после того, когда заканчивается зима, холодный период, спокойно это одеяльце убрать сюда, и хранить его до следующей зимы, потому что, ну, это очень удобно, пакетик весь такой, знаете, аккуратненький, все плотненько, все хорошо, и тоже так же думаю, то, что если у вас есть знакомые с детками, я думаю, вы сможете с легкостью подарить такое одеяльце, им будет очень приятно получить такое на Новый год, ну, правда, очень классно, имеются ручки. Вот такое вот одеяльце могу купить. Следующее, что я купила, что мы тебе купили, это было новое постельное белье для Кирюшки, рисунок у него вот такой вот, отсвечивает. В общем, здесь постельное белье называется Тузик с собачками. Такое милое, оно не совсем такое детское, оно на подросшего, чуть-чуть уже ребенка, я думаю, вот три года, вообще самая классная тематика, оно очень такое нежное, интересное, тоже кофейно-коричневое, такой как раз вот зимние аппликации, ничего яркого, кричащего. Единственное, что меня смущает, то, что это бязь. Если, девочки, у вас есть постельное белье для деток из бязи, подскажите, насколько оно износостойкое, потому что, как бы, я как-то запереживалась, потому что я очень люблю постельное белье из сатина, по плину, что-то такое, чтобы оно было более прочное. С этим же, конечно же, посмотрим, как оно будет себя вести. И, в общем, фирма называется Бомбина Бэби, а группа компании Текст Дизайн. Так что вот такое вот. И стоило оно всего 730 рублей, девчонки, данное постельное белье. Я думаю, это очень-очень хорошая цена на сегодняшний день. И если учесть, что это отечественный российский производитель, то это вообще мне-то здорово. Вообще, покупка одеяла, подушки и постельного белья мне обошлась в 3400. Так что я думаю, это очень хорошая и выгодная покупка на сегодняшний день, с учетом того, что ты понимаешь, что здесь натуральные волокна, здесь натуральная шерсть и лебяжий пух, это вообще просто здорово. Следующее, что я хочу вам сегодня показать, это заказ с сайта Алиэкспресс. Пришло оно мне все вот в такой вот длинной упаковочке, и, девочки, у меня, как я говорила уже в одном из своих видео, то, что меня потянуло на что-то такое ванильно-зефирное, такое прям такое мимимишное, девичье, и меня потянуло, девочки, вот на такое. Правда, классно? Просто я влюбилась в этих кысок, и сейчас прям, я не знаю, я хочу дождаться, когда оно все выровнится, чтобы мне их куда-то наклеить, потому что я мега довольна, я не думала, что они, ну, настолько, правда, они не маленькие, что как-то какую-то аппликацию с ними украсить, какую-то из стен, квартиры, я думаю, можно. И для новых селфи, и для съемки видео, я думаю, это будет очень даже интересным фоном. Тут, правда, уже что-то отклеилось начало, но, надеюсь, оно доживет. Вот такая, в общем, мне пришла аппликация наклейки, и следующая, девочки, это просто еще больше мне понравилось. Во-первых, по размеру, там, что-то тут привыкнуло. Во-первых, по размеру, а во-вторых, тоже по тематике. Такая вот наклейка, она состоит тоже так же из множества частей, и она уже у нас с надписью. И это эльфевая башня. Даже нигде нет, как она выглядит. Нет. Ну, так что ждите новых селфи, новые какие-то у меня видео, и, скорее всего, буду снимать, может быть, с добавлением данных фонов. Конечно же, поищу себя в личном кабинете. Цены, ссылочки оставлю под видео. И, конечно же, оставлю все ссылочки на постельное белье, подушку и одеяло. Может быть, даже найдю где-то их в интернете, покажу вам, чтобы вы посмотрели их у себя. И оценили, как они вам понравятся или нет. Может быть, тоже совершите себе такие же покупки. Но я просто осталась в мере довольна данных покупок, потому что просто очень-очень классно. Ну, все, девочки. Ну, вот и подходит к концу мое видео. Берегите себя и своих близких. Не забывайте подписываться на мой инстаграм, чтобы там не пропустить что-то интересное новое. Не забывайте подписываться на меня, на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. И, конечно же, берегите себя и своих близких. А слава с вами была ваша Ира. Всех люблю, целую. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok